Иисус Воскресенье! Гористое Воскресенье! На Светлой Седмице в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского при Краснодарском президентском кадетском училище состоялся молебен по пасхальному чину. В молебне приняли участие руководящий состав училища, воспитатели и кадеты, ребята школьного возраста. Молебен отслужил руководитель отдела религиозного образования и катехизации протерея Александра Игнатов, в сослужении настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы протерея Андрея Кравченко и штатного священника храма святого Спиридона Дремифунского Иерея Виктора Песоцкого. В кадетском училище ребята, кроме общеобразовательных предметов, получают прочные знания по военным дисциплинам и улучшают свое физическое здоровье. Но как важно, пока еще детей, но в будущем офицеров и защитников нашей Родины вести к Богу и приобщать к основам нашей веры, приучать к основам нравственной культуры. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! А самые главные, основные принципы отношения друг к другу, заложены в Святом Евангелии. В Евангелии мы читаем, и так во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Я предлагаю в этот первый пасхальный день запомнить это правило евангельского благовестия. Это золотое правило нравственности. И мы с вами вместе сейчас его запомним на всю оставшуюся жизнь. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Важность сегодняшнего дня заключалась в том, что молебен совершался в день памяти святого Георгия Победоносца. И, конечно, батюшка напомнил ребятам о подвиге святого. Но он выбрал военную службу. Георгий Победоносец служил у императора Диоклетиана. И до той поры, пока нужно было защищать родину, с оружием в руках он достойно и праведно выполнял свой воинский долг. Но когда императору захотелось уничтожить христиан, Георгий раздал все свое имение и исповедал себя верующим в Иисуса Христа, распятого и воскресшего христианином. За что претерпел страшные муки и терзания. Вот так он избрал. Лучше смерть со Христом, чем жизнь без Христа. В завершении отец Александр пожелал, чтобы Господь благословил руководство учащих и учащихся этого замечательного образовательного учреждения миром, благополучием, благонравием, дисциплиной и выручкой, которая понадобится вам в дальнейшей учебе. И желаю вам здоровья, радости духовной и радости пасхальной с помощью и молитвенной поддержкой святого великомученика Георгия Победоносца, который еще является защитником и покровителем всех воинов, а я считаю и всех кадетов. И на путь стол не бояться исповедовать православную веру и следовать примеру великих полководцев. Всегда считайте за великую честь носить на груди крест с распятым и воскресшим за нас и ради нашего спасения Иисусом Христом. И, конечно, быть последователями, наследниками Александра Невского и Александра Васильевича Суворова, великого генералиссимуса, который говорил, молись Богу, от него победа, Бог наш генерал, он нас и водит. И добавлял, мы русские, ура, с нами Бог, молись Богу, от него победа, Бог наш генерал, он нас и водит. Мы русские, с нами Бог, ура, 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 Христос воскресе, во истинном воскресе. Батюшка поблагодарил руководство училища за возможность провести молебен, за совместные молитвы и высказал намерение на дальнейшее сотрудничество. А вашему руководителю, начальнику училища, дай Бог здоровья, сил и мудрости, дальше и духовно, и физически, и морально, и нравственно укреплять будущее России, потому что вы ее будущее. Христос воскресе! Повернитесь друг к другу и поздравьте Христос воскресе! Христос воскресе во истину воскресе! Христос посреди нас есть и будет!